Итак, школа здоровья. А вообще, ради чего она придумывалась? Дело в том, что обучать только врачей остеопатии – это давнишняя идея. В России она очень хорошо развивается. На сегодняшний день в России профессия врач-остеопат, и ей занимаются действительно только врачи. И не врачи, они, получается, как-то так остались немножечко за бортом. Справедливый, несправедливый – это уже немножко другой вопрос. Но дело в том, что даже на сегодняшний момент развития, очень мощного развития остеопатии в России, то есть за последние… Ну, считайте, если первая группа уехала в 1991 году учиться остеопатии, и это был первый профессорско-преподавательский состав, который остеопатию в Россию привез, и с них началась уже остеопатия в России, прошло 30 лет на сегодняшний день в нашей стране где-то порядка полутора тысяч врачей-остеопатов. И я думаю, что, наверное, где-то тысяч 8 не врачей-остеопатов. То есть на всю Россию, как вы понимаете, это даже не капля в море, это молекулы. Поэтому, учитывая такую загруженность работой, мы решили, что было бы неплохо все-таки какими-то теоретическими знаниями теоретической базы поделиться, дать простые приемы, которыми уж точно нельзя навредить, что называется, в массы, вот по этим двум простым, даже по трем простым причинам. Остеопатов мало, врачей-остеопатов еще меньше, уметь делать простые технические приемы можно научить практически каждого, и, соответственно, не всегда можно попасть на прием к врачу-остеопату.